Приветствую всех сегодня, субботний день, имеющих возможность вместе быть, смотреть, слышать Слово Божие, иметь общение во славу Его имени. Господь говорит, я только знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Благодарение Богу за то, что по милости Его мы не исчезли, ибо милосердие Его не стащилось, а велика верность Твоя. Мы сегодня немножечко поразмышляем о верности. Мы не сможем раскрыть всю тему, она очень глубока, мы немножечко коснемся. Самое начало, которое было и открыто для нас, заключается в следующем. Бог сотворил человека, и первое, до грехопадения он сделал испытание человека на верность. Еще не было греха. Человек был совершен. Но Господь решил испытать человека на верность. И это испытание, которое мы знаем, человек не смог выйти. Но это испытание, открывает нам Господь, оно было не большим испытанием. Оно было маленьким испытанием. Оно не было таким великим испытанием. И оно было сделано как раз для того, чтобы человек понимал, если большое испытание он не выдержал, то на маленькие Господь может не обратить внимания. Но Господь сделал так, что он сделал небольшое испытание, чтобы открыть и показать именно верность перед Богом в малом. И вот именно верность перед Богом в малом, она открывает именно отношение человека с Богом. И вот различные обстоятельства, в которых мы ежедневно оказываемся, посланные нам для того, чтобы испытать нашу верность и подготовить к выполнению больших задач. И вот душа, воспитанная таким образом, не будет колебаться между добром и злом, подобно тростнику, который ветер сгибает и будет в сторону. Такие люди верны своему долгу. Они воспитали себя привычкой к верности и правдивости. Честно исполняя само незначительное дело, они обретают силу для больших свершений. На сегодня Бог открывает для нас, что, оказывается, только немногие понимают о влиянии мелочей на становление личности. Именно маленькие испытания, маленькие детали нашей жизни открывают нас, кто мы есть на самом деле. И сегодняшнее наше испытание, которое тоже открывает для нас, насколько мы верны в Малом Богу. Сегодня мы имеем испытания в субботах. Насколько незначительно можно начинать субботу, вовремя или не вовремя. Наши привычки, наша готовность, насколько мы это уже делаем, насколько мы уже выполняем, насколько мы можем именно свято иметь отношение с Богом в этот день. Это тоже является испытанием. Испытанием являются такие же мелочи, как мы можем подумать, наши разговоры, наши мысли и даже наши чувства. Кроме этого, Господь открывает, что верность проявляется очень во много. В книге Евангелизма, 275-й странице, написано «Таинство омовения ног» было дано, как испытание верности чад Божьих своему Отцу. Каждое действие, которое дал Господь, оно открывает верность или неверность. И на сегодня для нас доносятся такие слова, чтобы каждый оказался верным. Давайте увидим опыты первоапостольской церкви, где написано во 2-м коронавирусии 6-8, где говорится «Честь и бесчестье, при порисаниях и похвалах нас посчитают обманщиками, но мы верны». Откуда берется верность? Где первоисточник этой верности? Мы можем видеть это, обращаясь к Слову Божьему, в послании Вериям, 2-я глава, 15-й текст написано. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивным и верным предотвеченником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Другими словами, Бог верен и нет ни права. Он праведен и истинен. И как можно видеть верность Божию? Если даже человек не совершаться и его открывает, то сказано, если мы неверны, то он пребывает верен, ибо от себя отречься не может. Апостол Павел такими словами открывает свое служение верности, что как получивший от Господа милость быть Ему верным. И Господь дает нам возможности быть верными. Но это качество свойственно Богу. И оно может быть нашим, если мы будем его принимать от Господа. По своей верности он выполняет все в нашей жизни. И как мы читаем, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И наша готовность сделать многое зависит от того, насколько мы верны в малом. Луки 16, 10. Верным малым во многом верен, неверным малым неверен и во многом. Для того, чтобы еще с одной стороны осветить эту тему, давайте мы посмотрим, насколько верным может и должен быть человек. Сколько можно допустить неверного? И соединяется ли верность и неверность? Об этом 2-й окранистан 6, глава 15 стих апостол Павел пишет. Какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? Здесь нет абсолютно ничего общего. Нет никакой связи, нет никакого единства. И на сегодня мы знаем, что Господь, Бог, Он верный, Который хранит завет и милость. Он, со своей стороны, проявляет это всегда. Но давайте несколько моментов обратим внимание на то, что такое верность в проявлении нас, жизни. Это неразовый подвиг. Мы можем смотреть, что мы могли перенести какое-то очень сильное испытание. И можем рассчитывать или надеяться на то, что мы уже угодны Богу. Но это не значит, что это одноразовое выдержанное испытание верности открывает, что мы всегда являемся таковыми. Потому что это не одноразовое действие и не одноразовое стремление. Это состояние, когда вся жизнь христианина в ее проявлениях, в делах, как маленьких, так и великих, в мыслях, в чувствах, в поступках открывают, верность или неверность. Сказано о том, что Господь благословляет верность. И Он их хранит. И кроме этого, Он дает еще для нас такое пожелание, чтобы мы могли возвещать верность Божью. Не только ее уметь и получать, а открывать ее так же, как и своей жизнью, и своими словами, и окружающим людям. В этом изменяющемся мире, где все подвержено именно несправедливости, нестабильности, разрушению, где много проявляется неверности, как начиная от семьи, начиная от личности, начиная и заканчивая уже в глобальном масштабе всего народа Божьего, как это сказано в Слове Божьем, что народ назван, они неверные дети. Но, вот, любимая, Господь хочет нас оказывать всю добрую верность, чтобы нам во всем быть украшением учению Спасителя нашего Бога. И таким образом Господь открывает условия, по которым мы можем войти в радость Господина нашего. И сказано, малым ты был верен, над многим тебе поставлю. Войди в радость Господина твоего. Господь вечно хранит верность. Не было, нет и никогда не будет ничего другого. И Он открывает для нас обетование, которое мы можем сегодня целаться и иметь, и им радоваться. Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Бог верен, написано, и Он не попустит нам быть искушаемых сверхсил, но при искушении даст облегчение, чтобы мы могли перенести. Эта верность Божия, она может стимулировать нас. И она взывает к нашему сознанию, для того, чтобы мы могли со своей стороны проверять верность. Вы знаете, эта верность, она настолько глубоко пронизывает все существо христианина. Это верность, которая открывается в сокровеннейших нашего сердца. Потому что от избытка сердца, говорят уста, она открывается в наших отношениях друг с другом. Она открывается особенным образом отношением с Богом. И когда мы принимаем верность Божию, и когда мы о ней размышляем, и когда мы видим эту красоту, проявление верности Божией, и мы можем полностью положиться на нее, то Господь желает, чтобы и Он мог радоваться нашей верности, которую мы можем оказывать в нашей жизни. Сегодня у нас непростая ситуация. Сегодня есть трудности, переживания. Сегодня идет истинное испытание верности. И это верность, которая требует полного и неуклонного понимания, что никогда, ни на одну иоту, ни в чем нельзя уступить никогда и никому. Оставаться верным Богу. Но при этом мы имеем очень сильное обетование. Будем держаться исповедания, упования неуклона, ибо верен обещавший. При сохранении верности Бог дает нам гарантию защиты. И при этом сохранении верности у нас должна она быть не на каком-то условии, если Бог сохранит мне жизнь, или если мне будет хорошо, а независимо от того, что будет у меня, нам нужно оставаться верным. Можно привести один из примеров Слова Божия, где было прямо сказано верными детьми Божьими, что Бог, которому мы служим, силен сохранит нас. Но даже сказано, а если даже и не так, мы все равно ему не изменим. То есть при любых обстоятельствах, если Богу угодно, сохранит жизнь, если Он видит по-другому, наша верность должна быть от нашей стороны доказана полностью. В этом и открывается суть, в которой мы можем обратить внимание в Откровении 2 глава, 10 текст. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Именно венец жизни открывает нам верность, которую мы проявляем Господу в нашей жизни. И пусть эта верность будет доказана нам в нашей жизни, в наших испытаниях, в наших трудностях, в нашей борьбе, в наше вероисповедание, в наших принципах веры, чтобы эта верность была открыта независимо ни от кого, ни от чего, чтобы каждый оказался верным. Добро пожаловать нас Господь, чтобы Он мог дать нам именно силы, понимание и чтобы нам действительно сохранить эту верность в последнее время и чтобы не сдать позиции перед самым пришествием Христа. Да поможет Он нам в этом, и мы будем благодарить Его, что Он открывает нам и запомним для себя. Первое, испытание для человека не закончилось, условие не поменялось. Господь испытывает верность человека и только на таком условии Он даст ему вечность. Да благословит нас Господь, понимать это, благодарить Его за обетование, за Его обещания и с нашей стороны и считать преимуществом быть с тем Богом, который верен и открыть Его верность была, чтобы через нас каждого, как Дитя Божие. Пусть это будет благодарность Богу и пусть будет честь и благодарность за то, что Он дал нам такие возможности, чтобы мы могли открывать Его верность и в этом великое преимущество, в этом великая радость, в этом будущее. Пусть будет она понята, принята нами и мы можем благодарить Господа, что Он дает нам для этого все необходимое. Пусть Он даст нам силы для того, чтобы доказать нашу верность всегда во всем для Его славы, Его же силою через Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...